Всем привет! Историю про питомцев на бочку просили. Просили под последним шорцем. Хренову кучу лайков навалили. А соответственно, пожалуйста, сразу плохое качество извиняюсь. Не привык у подобные видосы снимать. Но надеюсь, что подобный формат вам понравится. Также можете свои вопросы в комментах задавать. Чтобы я на них могла в следующем видео ответить. Следующее видео, скорее всего, тоже, кстати, будет. История про питомцев. Только уже про другую нашу семейку. А сейчас буду рассказывать про вот эту прекрасную кошечку. Иногда буду отрывками вставлять других наших кошечек, связанные с этой семьей. Ну что ж, погнали! Первое, что хотелось бы рассказать, это то, как у нас появилась Кисюша. Да, её зовут Кисюша. И это произошло так. Так, у нас было три главные кошки. Анфиса, Козяква и Лиза. Анфиса очень плохо относилась к Козякве, не учитывая то, что они из одной семьи. Лиза же вообще отдельная история про неё будет. Так вот. Потом у Анфисы были четыре котёнка. Мила, я её так назвала, чёрно-белая. Один, потому что у него одного глазика не было, полностью чёрный. Кисюша, собственно, вот эта вот красота. И Гарфюд, это её брат. Мила где-то через три дня умерла. Я не знаю почему, мне вообще не имею к этому никакого отношения. Один прожил где-то месяцев пять и тоже умер от какой-то болезни. Но эта болезнь точно не связана с глазом. Считывая то, что его не было с рождения. Гарфюд, также с моим любимым котом Штирлицем, про него будет другая история. Сегодня я не буду рассказывать про него. Когда я уехала на дачу, я услышала то, что Гарфюд и Штирлиц их утащили леса. Потом же выяснилось, что в этом виноват наш учёкнутый сосед. Истории про соседей хотите? Забабахаю. Если сто лайков под этим видео наберётся. Я жду. Ну что ж. Дальше. Дело было так. Кисюша росла, и соответственно у неё тоже были котята. Но ей уже явно надо присудить звание мать года. А знаете почему? Потому что эта красавица вообще... Вот, говорю, да. Рычит, значит, не хочешь, чтобы я рассказывала, да? Ай, Кисюш! Не знаю, слышно было ли он был или нет, но она рыкнула. Ну что ж. Первые её котята, это были пять котят. Трое из них по каким-то причинам погибли. Я не знаю почему. Поэтому увидела только двоих. Одна была белая, другая черепаховая. Белую я назвала Эльза. Кстати, кстати, они родились с пломенными хвостиками. Это я не шучу. Кисюша очень любила таскать котят куда помягче. А именно в моей игрушке, да. Просто кошмар. Просто не хотела она оставлять котят на месте Анфисы. А сейчас рассказываю вот про эту кошечку. Малышка же у нас страдальца такая ещё. Даже на носике шрамик небольшой у неё появился. То, что её подрали. Малышка оказалась у нас породистая. А именно породы манчкины. Да. Потому что у неё очень коротенькие лапочки. Так о чём я? А дальше Соответственно, было так. Кисюша Не знаю, специально она это делала или нет. Но опять я засекла тот момент, когда Кисюша таскала котят в эту игрушку мою. И чтобы их туда дотащить, ей надо было перепрыгнуть через огромный стул. Он был где-то ну метра три... Ну, метр где-то он был, этот стул. Где-то метр. Так вот. Так вот. Кисюша выронила из зубов малышку. Просто выронила. Мы уже все просто испугались за неё, потому что она могла умереть. Но не зря говорят, у кошек девять жизней, поэтому вот она, маленькая хорошая малышечка. А Эльза же... Кисюша Эльзу просто задавила. То есть нашла я её под Кисюшей. Да. И учитывая то, что малышка родилась с поломанным хвостиком, плюс ещё и эта трагедия, я не буду показывать хвостик, потому что боюсь, что Ютуб это не очень одобрит. Ну, просто поймите. Короче, хвостик у неё похож на хвост хамелеона. Просто поймите это. Да. Не буду я описывать его. Если хотите, то попробую выложить в шорт. Но если что, как бы я предупреждала. Ну что ж, дальше. Малышка росла одна, и её плюс ещё задирали другие наши котята. Про них тоже будет отдельный ролик. Дальше мы переехали в город, и там, и там Кисюша тоже умудрилась сбежать. и вернулась и вернулась она тоже с поломным хвостом, плюс ещё и с котятами. Один из них, кстати, вон у меня там на фоне. Кто видит? Поздравляю. Вон на фоне кот моется. Это, кстати, один из них. И в этот раз она тоже родила пятерых котят. Но в этот раз выжили все. Первая это черепаховая кошечка, её мы отдали. Дальше это чёрная кошечка Носка. Она живёт до сих пор с нами. Какой она породы, я не знаю. Скорее всего, у неё породы нет. Дальше это три котика породы Шартрес. Да, кстати. Шнузик. Это, кстати, тот самый котик. Ещё есть серый котик и чёрный. Вот именно этой породы. Именно этой. Дальше угадайте у неё снова появились котята. Ну, уже от другого кота. От барона. Барон, кстати, с другой семьи, поэтому про него я сегодня рассказывать не буду. Расскажу в следующем видео про него. И в этот раз угадайте сколько у неё котят было. Нет. Даже не пять, даже не четыре и даже не один. Знаете, сколько? Я сейчас расскажу. прихожу я, они были у нас в тазике, да, оригинально, не надо в меня кидать камни, потому что это город, здесь фиг знает, куда огромную коробку поставишь. я прихожу, пересчитываю котят, а там их восемь. У мамы не было слов. Восемь котят. На следующий день я снова пришла пересчитать котят. Одного кищуса задавила, по традиции, конечно же. Потом, когда они уже подросли, они могли ходить на кухню. Один из них очень сильно заболели. Особенно сильно заболела наша сиамская кошечка. Мы ее лечили, свозили в ветклинику и там поставили ей диагноз пьеммония. Все в подробностях я рассказывать не буду, потому что довольно печальная история. Вроде бы как мы даже смогли ее вылечить, но нет, все же не вытерпела она столько. Скорее всего, мы бы могли ее вылечить, но, увы, не вытерпела. Сейчас с котятами все отлично, но учитывая то, что еще еще одна кошечка у нас погибла уже в возрасте где-то года. но как бы потом ее подменил другой котик. Он, кстати, лежит вот-вот-вот там вот. Про него тоже будет отдельная история. В следующем видео, скорее всего. Потом мы отдали одного котика. и соответственно трое у нас из последней партии погибли и одного отдали. И по итогу осталось только четыре котенка из восьми. Мать года! Просто премию ей можно дать это кисюши. ну в принципе это было ожидаемо, потому что завела котят от бродячего кота. Но это было странно, потому что вот эти вот шнузы, они родились абсолютно здоровыми от бродячего котика. от абсолютно здорового кота, от барона, родились какие-то замужданные больные. Да. Но я сама не понимаю почему-то. Это несправедливость, не правда ли? Вы можете задавать свои вопросы в комментариях, вы можете просить вы можете спрашивать по поводу котиков, можете все же давать мне всякие советы, спрашивать всякую информацию, к примеру, чему такие имена и тому подобное. И также могут вопросы выйти про меня. Ну а пока всем пока котятки. Также можете меня в комментариях просить показать хвостик малышки. Но это я могу сделать только в шорцах. Ну а пока ставьте лайки, пишите комменты. Пока.